Генеральный спонсор места происшествия сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс. Приобретай автозапчасти в сети магазинов Лада Деталь или Евразия Автоплюс. Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания Сервискар. Выгодное партнерство, надежный автомобиль. В эфире проект места происшествий, мы продолжаем. Настолько был пьян, что перепутал дорогу с тротуаром. Пьяный водитель Нивы Шевроле на улице Попова. Мужчина сначала выпил, затем с кем-то подрался, и это не могло не сказаться на его мировосприятии. Даже требования об остановке Лихач игнорировал не потому, что хотел скрыться, а просто потому, что не заметил проблесковых маяков и не услышал сирен. Степень опьянения водителя оценил наш корреспондент Павел Москвин. О, по тротуару поехал. 4-7-2, давай быстрее. Машина поехала, причем по тротуарам уже. Активисты ночного патруля и сотрудники ДПС такого они видели давно. Пьяный водитель решил проехаться по тротуару. Нарушитель остановился прямо на остановке, но не на месте, где стоит пассажирский транспорт, а на месте, где обычно ждут его пассажиры. Выходим, выходим, все нормально. День добрый. Занесили с антирозвода, пойлов, документы, выходим из машинки. Судя по виду, водитель Денис был сильно пьян. Все, 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 все. Мужчина спокойно, так, выходим. Почему по тротуарам-то ездите? Я уже... А по тротуарам-то зачем? Посмотрите, здесь пешеходная зона. Здесь остановка автобусов. Документы где? Там. Бери. Берите документы. Водитель присел в патрульные автомобили, больше никуда выходить не хотел. И это вовсе не потому, что он стеснялся синяков и раны на лице. Кто с глазом? Подравились кому-то? Подравил. Кто? Подравил. Пошел все. По словам Дениса, его уже лишали прав, и он знает, что такое полтора года находиться в статусе лишенника. Возможно, поэтому водитель долго не хотел передавать удостоверение инспекторам. Достаньте документы. Да отдам я тебе, отдам, отдам. Че ты? Да ничего. Я говорю, достаньте документы нам любой. Ой, жалко. Отдам я тебе, я уже знаю, что попал, попал. Что делать? Просто так жалко. Позже мужчина попросил инспекторов закрыть машину перед эвакуацией. По пути до авто задержанный закурил, упал и долго не мог встать на ноги. Давай к нам в машинку и там спать. С трудом, не без помощи инспекторов, водитель Денис присел обратно в патрульный автомобиль. Там же при понятых он прошел тест на алкоголь. Дуем, 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 еще дуем. Все, достаточно. Один, триста, шестьдесят пять миллиграмм на литр. Значит, Денис Николаевич, у вас установлено состояние алкогольного опьянения. С результатами вы согласны? Да. Результат превысил норму в восемь с половиной раз. Понятые удивились, как Денис вообще мог отвечать на вопросы. Теперь ему грозит очередные лишения прав и штраф. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова